Всем привет, с вами Разе и это обновление Мира Линейдж 2 Мобайл. Обновили зоны охоты в башне Крумы на этажах от первого по шестой. Давайте слетаем на первый этаж, посмотрим. Ну, как обновили, короче, убрали множество комнат, я так понял. Просто урезали с первого по третий этаж, с четвертого по шестой этаж. На седьмой этаж это, я так понимаю, к самому ядру. Давайте на четвертый этаж слетаем. Я уже сотрел, получается, появляется красная комната, из которой не работает рандом телепорт. Около красной комнаты, если мы посмотрим на карту в верхнем левом углу, есть еще дополнительная комнатка, тут очень сильные мобы. Дают за мобов, сейчас посмотрим, 367 тысяч опыта. Но пока у меня еще, вот я еще не нафармил хаосик, мне тут еще неделька осталась где-то примерно, ну 10 дней где-то. С хаосом я тут, наверное, буду нормально, неплохо стоять. Ну, а так, очень долго бью мобов. И дроп лист, я бы не сказал, что прям такой хороший. Вот четвертый этаж, видим. Синька падает. Часы. Блэс ЛС. Ну, также еще видел, сейчас, рукавица демона падает. Пробужденный мах. Ну, а так, если мы посмотрим, видим, что есть обычные мобы, которые находятся вот здесь. Также, ну, остались вот эти топовые комнатки, я так понял. Но, я помню, на четвертом этаже выбивалась краснуха с обычных мобов. Мне кажется, что краснуху убрали. Четвертый, вот, смотрим сейчас. С големов, как я помню, должна падать краснушка. Краснушка, ну, что-то и не падает. Еще Василийский, может, давайте в ту комнату сходим. Давайте в псу посмотрим, что падает. Видим, вообще ничего нет полезного такого, кроме свитков. С четвертого этажа краснуху убрали с обычных комнат. Попробуем выбить свиток и посмотрим, что с этого свитка роллится. Ага, тут обычные свитки падают. Нифига, короче. Такое, ну, не знаю, есть смысл проходить ради вот этого бедного пропуска. Теперь у нас добавляется высшая алхимия. Я тут пытался крутить уже. Сами понимаете, что если обычная алхимия это 10 тысяч адены, то высшая алхимия это 100 тысяч адены, и не все вещи подходят под высшую алхимию. Даже высшая алхимия дает вещи, которые нельзя добавлять в высшую алхимию. Но это бред. Получить вот такой новый камушек. С определенной вероятностью наделяет руну случайным свойством. Свойством можно посмотреть в вкладке зачарования. Так, но это мы не можем посмотреть, что у меня нет такой руны. Давайте немножко покрутим и посмотрим, что тут выпадают. Видимо, такие штанишки, которых нет на аукционе. Зеленые плюс 7, которые первое время должны стоить какую-то денежку. Но сами понимаете, сколько вам нужно адены. Вам нужны твины для этой алхимии. И вы должны понимать, что видим материал высшего качества для алхимии. Вот для обычной алхимии и для высшей алхимии. То, что не все вещи подходят. Это я так на аукционе приобрел вот эти все, ну вот эти 5 вещей. В районе 250 алмазов у меня вышло это все. Мне просто было интересно, что я могу поймать. Ну, видим, можно охотиться за вот таким вот камушком, который руну наделит силой какой-то. Вы сами понимаете, что вот если мы возьмем ожерелочку. Ну, да, такое. Она даже не идет в высшую алхимию. Она закрывает какую-то колу, да, наверное, точность в дальнем бою. Ну, и третье кольцо 145, но его будут покупать 10 тысяч лет. Вот я даже не знаю, за камушком таким охотиться. И сейчас давай покрутим пару лямов. И вот такие вот вещи. Вот набедренники хаоса. Вот, эта вещь идет в высшую алхимию, весь урон. Ну, она закрывает колу по-любому какую-то, блокировка оружия. Вот видим снижение урона. Их сейчас нет на рынке, то можно охотиться вот за такими вещами. Вот это что, камень? Камень бесконечности с определенной вероятностью наделяет подвеску случайными свойствами. Свойства может... Так, это мы дальше посмотрим. Ну, про высшую алхимию вы поняли. Это очень дорого и это будет... Ну, это очень дорого, короче. Я не знаю, наверное, подожду недельку, а потом продам просто эти вещи, которые купил. Тут идет перечисление предметов, которые нужны для высшей алхимии. Так, а где подвеска? Подвески можно модифицировать, используя свитки модификации. Подвеска, которые можно получить с помощью высшей алхимии также. В случае неудачной модификации подвеска не разрушается. Видим, что на плюс один даже заточка дает очень хорошо. Плюс пять крита можно до четырех. Бонус накопления энергии и крит растет. Можно до 16% крита разогнать. Шанс двойного урона начинается с седьмого уровня, так сказать. Завершается четвертый сезон Острова Древних. Начинается первый сезон Острова Дьявола. Так, Миры Леона Эрика. Барт Зикхард. В качестве награды за убийство руинобёра и босса выдаются 100% семя воскрешения, с помощью которого скрафтятся сферы воскрешения. Угу. Ивен Золотозакина. Во время ивента Золотозакина. Около пиратского корабля через определенные промежутки времени в каждой зоне сложности появляются волны монстров. За уничтожение волн монстров можно получить много опыта и адены. За уничтожение волн монстров можно получить различные награды, в том числе сокровища Закина, кристалл порчи, знак шилин, знак поручения. Ячейка быстрого доступа для плодов демона. Плоды демона доступны для использования только на Острове Дьявола. Плоды демона можно купить у торговца бронзовой гильдии или получить из сокровищ Закина, выдаваемые в качестве награды за победу над волнами монстров. Также босс появляется каждую субботу. Логово Кракена 22.00. И через час исчезает кристалл порчи. Во время охоты на Острове Древних с определенной кристалл порчи, за которой можно покупать итемы там, да, добавлено 7 новых кристаллов души. Ну это понятно. Информация о часах Острова Дьявола. Ну это тоже понятно. А, обновлены книги об истории Королевства Аден. 9 миллионов Адена и 1800 магического пергамента. Ну на месяц или два неплохой буст. Так, идем дальше. Изменен порядок в списке простых подземелий. Исправлена ошибка, из-за которой во время игры без подключения к сети персонаж телепортировался в некорректное место после выхода из подземелья. Не знаю, у меня постоянно персонаж где-то гуляет, я его оставляю в одном месте, а он оказывается в другом месте. Изменено количество эликсиров от 40 до 50. Исследование башни Крумы. Все этажи башни Крумы во время охоты на монстров получение Адены 200%. Ну, можно от вину поставить, это разве что. Потому что в топовых локациях, ну не знаю, напишите в комментариях, возможно я что-то пропустил из башни Крумы. Также добавили сезонный пропуск. Ну тут все стандартно. Проходим там, выполняем задание. Охота на монстров в башне Крумы. Ну такое, ради вот этого пропуска бичевского, ну такое, там стоять. Вот мне на 74-м там 2 или 3 часа, там не знаю, 4 часа, чтобы в комнате с другими твинами набить. 30 тысяч моба, вот такое. Чистый эликсир. Ну если мы премиум покупаем моревиталки, они даже уже сюда ничего не вставляют. Просто моревиталочки. Вот эти сундучки меня очень порадовали, потому что тут низкого качества эликсир, кристаллы, карты класса. И позволяют дополнительно получить предмет неким шансом чистый эликсир. Ну, нет там каких-то свитков битвы, как всегда они любят положить. Также видим 11 раз, вы понимаете, 11 раз это от обычного до героического. Ну с агатенами 6 раз. Ну 11 раз это очень жирно, там ни одна, ни три там. Ну такое, конечно, ложить это песец. Ну пропуск, ну... Виталка, пропуск Виталка. Ежедневное благословение пирата Зайкина. Период ивента. Добавлены бонусы, там 1000 адены стоит покупка бонуса. Ежедневная награда. Сундучок такой, да? Такой сундучок, в котором будут расходники, ненужные вообще. И тут мы видим пир наследника. Такое. 6 раз. Карты класса. Тоже 6 раз. И финальная награда. 100 очкового пробуждения. Просто мусорка. Опять. Тут было с агатенами. А теперь они решили также на 7 дней добавить с классами. Испытания. Карты испытания от редких до героических. Такие, ну такое, не знаю. 2000 очков пробуждения. Ну неплохо. Чистого эликсира, который шанс 15%. Кристаллы. Улучшенный кристалл. Ежедневно будут давать карту. Кто-то в комментариях писал, что прослывают эту помощь. И ему попался легендарный агатион. Если у вас нет красной карты, вашей красной карты, вы можете покупать этот пропуск, как бы. Ну шанс, что вы вытащите с этого пропуска. Ну и плюс при синтезе, при синтезе классов, ну где-то 4, может, 4 красных карты. Это, ну гарантированно примерно будет с вот этого, с вот этой ежедневной помощи. А так, это 1 на 500, наверное. 1 на 500 человек. Ну не 1, ну давайте, нет, 1 на 200 человек где-то примерно. 1 на 200 человек. Весь урон. Точность снижения урона на 4 часа. Статуя в городах появляется. И вот это вообще, это писец. Подарки, это подарки. Энергия НХСа, 1000 единиц. И с ненужными расходниками просто, ну каждый день приходит тебе подарок. Такой подарок. Ты бы хотел бы себе такой подарок? Тебе дают такой подарок, 1000 энергии НХСа. Такой думаешь, а мне вернуться ли бы мне в икру? Наверное, я вернусь 1000 энергии. И расходники. Вот это да, подарок. Подарки, не подарок, подарки. Видим, что смены класса нет, как всех думали, что будет смена класса. Так, двухэтапные подарки, что мы тут видим? В финале нам дают рунку. Угу, ягодионы также, да, в финале мы можем получить рунку. Давайте посмотрим сами паки. Посмотрим сами паки. В паках опять коробочки. Давайте посмотрим, что за них можно создать. Сундук испытания доблести. С легендарной книгой. А, это книга наследника. Ну, книга наследника тоже ничего. Ну, 10% шанс сушить. А, вот тут 1%. А тут у нас что? Это в 3 часа ночи. Типа, можно её скрафтить будет. Или чё? Чё это за цирк? Короче, какой-то цирк вообще. Песец донатная вообще зажралась. Такое чувство, как будто Ла-2 пытается вытащить последние соки с игроков. Вот у меня такие ощущения. Мы видим чистый эликсир или реликвия. Пособие высшего качества на выбор. Улучшенный кристалл. Кристаллы, ну как обычно, знаки и ордена. Вот ордена вкусненько, конечно. От улучшенный до легендарный. И улучшенный героический. Ну, и сундучок. Вам всегда выпадет что-то. Тот свиток там. Рубашка. Ляная рубашка выпадет. Не, ну кому-то везёт. Кому-то нет. Кто не донет, тот как бы... Я даже не знаю. Вот если я не в топ-сайте, как бы я ПВЕ-игрок обычный. У меня нет твинов. То есть я качаю твинов. Но когда они раскачаются, это будет через полгода. Я не знаю, что делать. Мне интереса играть в игру нет вообще. Тут такое. Надо что-то искать другое. Потому что Ла-2, ну... Не очень что-то меня тянет. В ней сидеть как раньше. Там фармить за рычей. ПВЕ-игра просто убила весь интерес к ней. Так, ладно. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Ещё увидимся.